Продолжение следует... 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 Аминь... Продолжение следует... 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 Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, Иисус! Есть Иегова Иль, Господь, Который усмотрит. Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Что Ты усмотрел для меня Отца, Сына и Святого Духа. Аллилуйя! Что Ты усмотрел для меня власть, которая дана Тебе и на небе, и на земле. Аллилуйя! И сегодня мы будем провозглашать, что мы есть во Христе Иисусе. Снова повторяйте все за мной, драгоценные. Я и Христос одно, я и Отец одно. Я обновляюсь духом ума моего, я бессмертная, я нетленная, я имею жизнь избытком. Я богата на всякое доброе дело, имею всякое довольство. Я исцелена ранами Иисуса Христа, я любимая невеста Иисуса Христа, Я любимая дочь Небесного Отца, я желанная и вожделенная, я чистая и совершенная, я победила мир своей верою, я никому ничего не должна, кроме взаимной любви. Я искуплена кровью Христа от суетной жизни, я прославлена, я вознесена, я воскресла со Христом, я животворена, я посажена на небесах во Христе Иисусе. Я прекраснейшая из женщин, я словно лилия среди термий, у меня ум Христов, у меня мудрость, ходящая свыше. Я благословенна, я всезнающая, я вездесущая, я всемогущая, я чудесная, я сверхъестественная, я талантлива, я милосердна, я долготерпеливая, я многомилостивая, я истинная, я великолепная, я величественная, я кроткая, я праведная, я святая, я непорочная, я благодарная, я блаженная, я совершенная, я радостная, я веселая, я успешная, я насыщенная, я блестающая, я плодовитая лоза, я славная. Аллилуйя, я девственница, я девственница, аллилуйя. Братья все в мужском роде также, повторяйте за мной, да? Мы же уже не первый раз, поэтому я уже не говорю вам. Вот, но вы уже знаете, да, что я говорю в женском роде, а вы говорите в мужском. Я славная, я славный, аллилуйя. Я невеста, я жених, аллилуйя, слава Иисусу. Я девственница, я девственник, я новый Иерусалим, сходящий с неба от Бога, как невеста украшенная для мужа своего, аминь. Аллилуйя. Я еще новое исповедание придумала. Нет другого Бога, кроме меня, аминь. Скажи, во Христе Иисусе нет другого Бога, кроме меня, аминь. Нет другого Бога, кроме меня, аминь. Нет другого Аллаха, кроме меня. Нет другого Аллаха, кроме меня. Аллах стал человеком. Аллах умер и воскрес. Иисус дверь к Аллаху. Аллилуйя. Слава Иисусу. Аллилуйя. Слава Иисуса. Аллилуйя. Слава Иисусу. Аминь, скажи. Аминь, аллилуйя. Слава Иисусу. Аллилуйя. Слава Иисусу. Самое главное, что Иисус, это Он. Умер и воскрес. Я умер и воскрес. Скажи, я умер и воскрес. Аллилуйя. Нет другого Бога, кроме меня. Так говорит Господь. Ни другого Бога, кроме меня. Аминь. Если в тебе живет Иисус, и Бог говорит, что я сделаю тебя, как мои уста. Если Бог говорит, что Он сделал тебя, как твои уста, значит, ты говоришь то, что говорит Бог. Аминь. Нет другого Аллаха, кроме меня. Нет другого Бога, кроме меня. Аллах стал человеком. Аллах умер и воскрес. Иисус дверь к Аллаху. Иисус сын Аллаха. Халлилуйя. Слава Господь. Нет другого Бога, кроме меня. Аминь. Слава Иисуса. Аминь. Как внутри хорошо становится, когда я так говорю. Халлилуйя. Сегодня мы будем снова с вами размышлять над словом Божьем. Мы продолжим. Притча 14.19. Давайте откроем. Притча 14.19. Приклонятся злые преддобрыми и нечестивые у ворот праведника. Халлилуйя. Слава Господу. Халлилуйя. Слава Иисусу. Халлилуйя. Слава Иисусу. Халлилуйя. Слава Иисусу. Халлилуйя. Слава Иисусу. То есть, когда мы преклоняемся на колени, да, пред Богом, мы тем самым говорим, что я вот такой вот грешник, что я вот только перед тобой могу ползать на коленях и умолять тебя о том, чтобы ты меня просил, помиловал, вот, не отправил меня в ад, не казнил меня, не сделал мне что-нибудь плохого. Это есть поза, да, когда ты на коленях, когда ты преклоняешься перед добрым Богом, вот. И, ну, когда мы понимаем, что во Христе Иисусе, да, вот, Иисус, Он уже, Он молился, да, Отцу Своему Небесному. Вот. И Он даже принял крещение, вот, как какой-то грешник, потому что крещение вообще должны были принимать люди грешные, да, во оставление грехов своих, чтобы приготовить путь к Господу, а тут сам Иисус праведный, Он крестится, то есть Он отождествляет себя с грешниками, вот. И когда мы преклоняем колени пред Богом, мы тем самым отождествляем себя с грешниками, то есть за кого-то мы там просим, за кого-то мы там ходатайствуем, и мы стоим порой на коленях, вот. И апостол Павел говорит, здесь его преклоняем колени мои пред Отцом Господа, моего Иисуса Христа, от Которого минуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст мне по богатству славы Своей крепкого утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, чтобы я укоренен, утвержденный в любви, смог постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и разумел превосходящее разумение любовь к Христову, дабы мне исполниться всею полнотою Божью во имя Иисуса Христа. То есть полнота Божья заключается в том, что Бог отождествляет себя с грешниками, понимаете? Что Иисус, Он отождествил себя с грешниками, что Он был благосладеем, кричет. И поэтому все во всем это и есть Его все. То есть все люди, когда Иисус, Он родился, да, в Вифлеемском, Вифлееме, да, вот, в Холиву, вот. Ангелы явились, сказали, что на земле мир теперь, в человеках благоволение, во всех человеках благоволение, то есть Бог благоволит каждому. Вот. И Он теперь не считает, что ты проклятый там какой-то и нечестивый. Вот. Напротив, Он послался у Сына, да, чтобы спасти нас, чтобы сделать нас богами, чтобы сделать нас наравне с Богом. Вот. Чтобы мы себя не унижали перед Ним уже. Потому что Он, написано, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя, приняв образ раба. Да? То есть образ раба, уничиженного, который уничижает себя, это и Бог оказывается. Ну вот. И Он знал уже, да, что Бог, Он собирается, да, как какой-то злодей, там, понести наказание, взять грехи всего мира на себя. Вот. Понести за них наказание. Вот. И тем самым показывает, да, что я это ты, а ты это я. Вот. На какой бы стадии ты не находился, на какой бы стадии падения или высоты ты не находился, во Христе Иисусе все одно, понимаете. Вот. И все чисто. Аллилуйя. Слава Иисусу. Потому что кровь Иисуса Христа омывает нас от всякого греха. Аллилуйя. И кровь Иисуса Христа, она уничтожает грехи. И мы знаем, что во Христе Иисусе все наши грехи уничтожены и смерть разрушена. Мы об этом повторяем, мы это говорим постоянно. Вот. И нечестивый угород праведника. То есть Иисус это дверь, да? Дверь. И, в общем, мы через эту дверь ходим к Отцу Небесному. Вот. И когда мы соединяемся уже с Отцом, становимся одно с Отцом, да? Когда мы уже в положении доброго человека, доброго праведного, перед которым уже стоят, приклонятся злые. То есть злые приклонятся пред тобой. Если ты добрый человек, и если ты праведник, то нечестивые будут стоять у твоих ворот. Аминь. Слава Иисусу. И ты орудие в руках Бога, который спасает этих нечестивых, да? Через того Сына Иисуса Христа. Мы своими устами провозглашаем, что Иисус Спаситель. Халилюй. Иисус Праведник. Халилюй. Иисус Добрый. Халилюй. Спасибо тебе, Мой Небесный Иисус. 1 Тимофея 6.15 Которая в свое время откроет блаженный и единый сильный Царь царствующих и Господь господствующих. Халилю. Здесь написано о явлении Господа нашего Иисуса Христа, которое откроется, да? Откроется в свое время. Вот. Он откроет. Блаженный и единый сильный Царь царствующих и Господь господствующих. Халилюй. 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 То есть нам говорит Господь, да, через апостола Павла, говорит Тимофею, по-моему, скажи, я и Тимофею одно, потому что мы друг другом все одно. Да, это было написано апостолу Павлу, но я принимаю, что это мне Господь говорит, что мне нужно соблюсти заповедь чистой и неукоризненной. А заповедь это его есть и жизнь вечная. По новому завету заповедь Божия это жизнь вечная. И эту заповедь нужно исполнить чистой и неукоризненной, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа. который, которое, да, в свое время, которое явление, значит, явление, которое в свое время откроется. Явление Господа нашего Иисуса Христа откроет царь, царствующийся, Господь, 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 я открываю явление Господа моего, Иисуса Христа. Когда мы благовествуем, когда мы проповедуем, когда мы являем Иисуса, Его дела, Его характер, Его способности, Его чудеса, Его доброту, его праведность, когда мы являем Его самого как Личность, мы тем самым являем Господа нашего Иисуса Христа. И это явление открывается, да, потому что Бог остал меня царем, я царь царствующий, и Господь господствующий. Аллилуйя. Я не умею же Бога, не выше Бога. Аминь. Потому что все господствующие и все царствующие, потому что ты царь своей жизни, ты Господь своей жизни, ты сам устанавливаешь, как тебе жить, ты сам определяешь свою судьбу, ты сам решаешь все, как ты решил, так и будет. Как ты решил жить, так ты и живешь. Аминь. Слава Иисусу. И поэтому, да, когда соединяешься с Господом Иисусом Христом, да, становишься один дух с ним, одно тело с Иисусом, ты можешь сказать, я царь царствующий, и Господь господствующий. Если ты влияешь, если ты имеешь влияние, да, ты можешь так сказать, потому что тебе берут пример. Ты влияешь. Если ты влияешь, значит, ты царствующий. А если ты не влияешь, значит, ты подчинен, значит, ты... Значит, на тебя влияют, и... Ну, вообще мы друг друга наставляем. Библия говорит о том, да, что мы друг друга наставляем, и у нас тысяча наставников. Вот. И... Но кто-то родил тебя благовествами, да? Аминь. Господь господствующий. Ты все господствующие, все царствующие. Алилуйя. Но мы куда стремимся? Мы стремимся к тому, чтобы... Мы ищем славы, чести, бессмертия. Алилуйя. Вот, к чему мы стремимся. Вот, для чего мы царствуем, и для чего мы господствуем. Для того, чтобы явить, да, нетление, бессмертие. Алилуйя. Воскресение нашего Господа Иисуса Христа. Алилуйя. Единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Аминь. Ему честь и держала вечная Аминь. Слава Иисусу. Так вот, да, я обитаю в неприступном свете. Алилуйя. И поэтому я вижу. Я вижу этого бессмертного. Когда ты видишь бессмертного, ты становишься бессмертным. Если ты не видишь бессмертного, ты смертный. Но когда ты видишь бессмертного, ты не бессмертный. Ты бессмертный, потому что ты видишь бессмертного. То, куда мы смотрим, то на того мы становимся похожи. Вот. Поэтому смотрите на бессмертного. Смотрите на нетленного. Считайте себя богами, Потому что человек не может видеть бессмертного. Бессмертного может видеть только Бог. Скажи, я Бог. Потому что я Бог Богов. Если я влияю, то я Бог Богов. Если на меня влияет, то на меня влияет Бог Богов. Аминь. Слава Иисусу. Мы все стали богами, когда мы поняли, когда мы приняли Христа Иисуса. Мы поняли, что Иисус это Бог. Он 100% человек. 100% Бог. Я 100% человек. 100% Бог. Аминь. Поэтому я могу заявить, что я и есть. Да? Тот, кому честь одержала вечная Аминь. Слава Иисусу. Малахия 3.12. Малахия 3.12. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землей вождественную, говорит Господь. Иисусу. Иисусу. Иисусу дана власть не только на небе, но и на земле. Поэтому он называет нас землей вождественной. Аллилуйя. Аллилуйя. Потому что мы питаемся этим семенем Слова Божьего. Да? И мы взращиваем. Мы приносим плоды для Церкви Божьего. Аллилуйя. Мы счастливые, потому что мы соединились. Мы стали частью самого Бога. Аллилуйя. Аллилуйя. Потому что всю свою жизнь мы посвятили, да, Богу. И всю свою, то, что Он нам дал, мы посвящаем тоже Богу. Вот. Все, что Бог мне дал, это все служит для того, что прославлялось имя Господа моего Иисуса Христа. Аллилуйя. Поэтому и Господь и говорит, да, что меня будут называть блаженными все народы. Аллилуйя. 1 Петра 3.14 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 Но если и страдаете за правду, то вы блаженны, а страха их не бойтесь и не смущайтесь. Халилю. Халилю. То есть, когда мы страдаем за правду, то мы счастливы, а страха их не бойтесь и не смущайтесь. Есть такие люди, которые против того, что вы верите в Иисусство, и они вас за это зло сводят. Ну вот у меня есть какая-то неприязнь какая-то, когда кто-то там что-то против того, что я проповедую об Иисусе, против того, что я говорю об Иисусе, против того, что я пою там песни Иисусу. Вот. Если такие люди есть, то... Ну как бы я доверяла Богу то, что Он меня защищает. Вот. Хотя они там и... И всякие гадости могут сказать там, но... И для каких-то страха их не бойтесь. Страха их не бойтесь и не смущайтесь. Халилю. Господа Бога, светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы к всякому требующему у вас отчёту о вашем уповании. Дайте ответ с крутостью и благоговением. Аминь. То есть нам нельзя грубо отвечать, да, но мы отвечаем с крутостью и благоговением. То есть если кто-то спрашивает, почему мы верим в Иисуса, почему вы уповаете на Него, вот, мы должны быть готовы дать ответ, почему мы это делаем. Самое главное, да, то, что Иисус воскрес из мёртвых. Он умер, и Он воскрес из мёртвых. Это самое главное, во что мы верим. Можно выкинуть всё, но вот это выкинуть нельзя. Вот. Потому что личность самого Господа меня интересует. Меня может не интересовать христианская религия вообще. Но меня интересует сам Иисус, самая личность Господа Иисуса Христа, то, что Он за меня умер, то, что Он так сильно меня любит, что Он за меня умер. И Он воскрес, и я с Ним воскрес. Вот во что я, в какого Бога я верю. Вот. Это всё, что я, во что я должна верить. Аминь. Слава Иисусу. Первое Петра, 4, 14. Если злостовят вас за имя Христово, то вы блажены. Ибо Дух Славы, Дух Божий, почивает на вас. Темен Хулица, он вами прославляется. Слава Иисусу. Геремлянам, 4, 7. Блажены, чьи беззакония прощены, и чьи грехи покрыты. То есть мы счастливы. Мы счастливее даже тех, кто живёт здесь счастливо, да, не зная Бога, не зная Иисуса. Даже если они живут там богато, всё у них благополучно, всё хорошо, там, успех в жизни, там, и так далее. Но если у них их грехи не прощены, не покрыты, они всё равно, нельзя сказать, что они счастливы. Слава Иисусу знает, что его совесть чистая перед Богом, да, что он понимает, что Бог его так любит, что простил всё, да. Грехи покрыл, уничтожил грехи, да. Сметь разрушены. Беззакония прощены. Вот. И я именно тот человек, который верит, что мне прощены все беззакония. Мне прощены мои грехи, все покрыты кровью Иисуса. Они даже не то, что покрыты, они вообще уничтожены. Нет. Аминь. Слава Иисусу. И я счастливый человек, потому что я знаю, что мой Иисус на моей стороне. На то я и поверила, на то я доверила ему свою жизнь, потому что я знаю, что без него, без него я не справлюсь. Без него я не могу быть счастливой, потому что, знаете, человек хочет делать добро, но получается, как всегда. Хочешь делать, как лучше, но получается, как хуже. Понимаете? Это потому что без Христа, без Бога. А Бог знает, как лучше. Вот. И то, что мои грехи прощены, и беззакония прощены, и грехи мои уничтожены, и смерть разрушена, я понимаю, что то, о чем я не хотела думать, вот, о том, что все люди умирают, да, о том, что когда-то человек умрет, вот, я не хотела об этом думать, и когда я увидела в Библии слово о том, что верующие в Иисуса Христа имеют жизнь вечную, я буквально поверила, вот, что я никогда не умру, вот, и кто бы что там в церкви мне не говорил, что все умрут, что тело умрет, вот, я ухватилась за это слово Божие, где говорится, не все мы умрем, но все изменимся. У меня даже песни доказали. Ну, даже если умру, то оживу. Но лучше для меня было бы, да, вообще не умелеть, а изменить. Для меня это лучше. Вот. И я ухватилась за это. И стимул, да, продолжать жить дальше, это какая-то цель в твоей жизни, а моя цель это, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Не умру, но буду жить и возвещать дела о Господне. Вот. Если ты, у тебя нет такой цели, вот, то ты всего добившись в своей жизни, да, вот, у тебя уже не будет тьма дальше жить. Вот. Потому что это твой предел. Вот. И, как бы, там один мне знакомый сказал, вот я пока своих там правнуков не потискаю, не поцелую, я типа не умру. Вот. То есть это его предел. Вот. И ему надо потискать своих внуков, там, правнуков. Вот. И это, конечно, хорошо, но а дальше что? А дальше получается, что нет смысла дальше жить. Но когда ты служишь Богу, у тебя есть смысл жить, продолжать жить, да? Вот. И ты живешь, но продолжаешь жить. Вот. И. Вот если ты до сих пор еще не женился, да, ты уже долго живешь, еще не женился, или не вышла замуж, у тебя есть стимул жить дальше, вот, еще детей не родил, вот, есть дальше стимул жить, вот, продолжать дальше жить, молодеть и так далее, вот, не тлеить, вот. И у меня есть цель, у меня есть цель, что все люди спаслись и достигли познания истины. Ну, конечно, достижение познания истины, это значит освободиться от своих грехов, то есть освободиться от грехов непотребства, там, ну, вообще от зависти, там, от жадности. От злости, от ненависти, это то, что, то, что внутренние, да, грехи, вот они, тоже гордости, вот эти вот грехи. И от этих грехов освобождает Иисус, вот. А то, что видимые грехи, да, такие как обжорство, там, курение, вот, злоречие, скромнословие, там, предательство, это же все из того, что вот эти грехи, вот эти вот присутствуют невидимые, которые, вот. Вот, такие как ненависть, вот, которых нельзя потрогать, понимаете. Вот, и от этих грехов освобождает нас Иисус, вот. Вот, и выйдя на улицу, начиная общаться с людьми, понимая, что они не достигли познания Иисуса. Да, и я сам тоже, да, то есть я знаю Иисуса, да. Да, меня освободил Иисус от многих, там, непотребств, там, и так далее. Вот, и хочется, как бы, найти с кем общаться для того, чтобы, ну, своего, как бы, круга, вот, общения, вот, чтобы пообщаться на духовные темы, там, и так далее. Вот, и понимая, что не все достигли познания Иисуса, значит, много работы еще, понимаете. Много чего нужно сделать, вот. И у тебя, это то, что твое служение Богу, да, что касается, там, семьи твоей. Ну, ты еще не женился, ты еще не вышла замуж, ты еще не родила, там, десять детей, как ты хотела. У тебя есть смысл дальше жить, стимул, вот, то есть молодеть. И то, что, то, что не повезло, не получилось в прошлом, у тебя всегда есть шанс на частистого листа с Иисусом. Аминь. Только с Иисусом. Халюбия. Слава тебе, Господь. Поэтому не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Вообще вся наша жизнь свидетельствует, да, о том, что, вот, Господь со мной, что Господь за меня. Что Он не оставляет меня, что Он не покидает меня. Как бы тяжело не было, как бы не было трудно, Он не оставлял меня, вовремя Иисуса Христа. Халюбия. Слава тебе, Господь. Откровение 14.13 Услышал я голос неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженно мертвый, умирающий в Господе. Ей говорит Дух. Они успокоятся от трудовствия, дела идут в плед за ними. Аминь. Слава Иисусу. Аминь. 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 Снова говорится о блаженстве, то есть о счастье. То есть счастливы такие люди, которые, да, мертвые, умирающие в Господе. То есть мертвые – это по грехам и преступлениям, потому что на тебе были твои грехи. И ты умираешь в Господе. Умираешь в Господе, то есть ты понимаешь, что ты умер вместе с Ним на кресте. Умирающий в Господе. И успокаиваешься под его крылами, потому что Иисус говорит, придите ко мне все, труждущиеся и обремененные, я успокую вас. То есть труждущиеся и обремененные. То есть вы до такой степени труждущиеся и обремененные, что вы трудитесь в поте лица, как проклятые. Вот, и бремя грехов на вас лежит, да, и когда вы приходите к Иисусу, Он говорит, я успокою вас. То есть ты, написано, успокоиться от трудов своих. То есть ты уже не будешь так пахать, как проклятые, ты будешь благословенными. Аминь. И женщина уже не должна рожать в муках, потому что муки – это проклятие. Рожать в муках детей – это проклятие. Когда ты с Иисусом, у тебя есть право требовать, чтобы ты рожала детей без мук, вообще, чтобы не было этих вот скорбей, да. Когда женщина в родах, там, орёт от боли, там, и так далее. Рожает в муках. То есть у тебя есть власть потребовать, да, чтобы не было никаких мук, когда ты рожаешь. Вот. И успокоиться от трудов своих, написано. И дева их, вот, след за ними. То есть то, чем ты занимался в жизни, да, вот, Бог у тебя не забирает это дело, ты продолжаешь этим заниматься. Вот. Ты так же живёшь. То есть ты принял Иисуса, живёшь так же. Просто начинаешь жить благочестивой жизнью, уже без всяких там, без всякой гадости. Вот. И всяких грехов непотребствует, без ненависти, без злости, без гордости, без жадности. То есть ты, наоборот, в тебе проявляется любовь, щедрость, да, радость. Вот. И жизнерадостность, вот, доброта. Противоположные качества. И начинаешь с этим жить, вот, когда ты с Иисусом. Начинаешь прощать, да, потому что ты понимаешь, что сколько тебе Господь простил. Начинаешь так же прощать ближнего своего. Конечно, если ты не веришь, что тебе прощено, то ты будешь требовать от своего ближнего. Хотя даже был там такой один, да, в притчах о нём говорится, что хотя ему и простили долг, большой долг, да, он умолял там своего хозяина, чтобы он его простил долг. И он его пожалел и простил. И когда к нему подошёл его товарищ и попросил его прости мне долг, и всё, да, матут не простил, хотя он сам был прощён. Вот, и мы должны понимать, что мы прощены. И поэтому, когда тебя умоляют прости, ты тоже прости. Вот, и... Но тот ведь теперь не простил. Вот. И написано было, что когда об этом узнал этот человек, который его просил, он разгнился. Он сказал, я же тебя простил, почему же ты не простил, товарищи своего. Ну, и велел его бить, и, короче, пока не отдаст его долга. То есть получается, что... Как ты поступаешь со своим ближним, то тебе и возвращается. Ну, вот, ну, это, конечно, было, если ты с Иисусом, да, то, как говорится, у тебя есть власть. У тебя есть власть. И один там проповедник говорит, вот почему вот Богу можно, да, а мне нельзя. Вот почему Богу можно было кидать, да, убивать, да, много людей убивать, а тебе нельзя. Потому что у Бога власть. И это не было убийство. Это было спасение своего избранного народа, да. Потому что если Бог на твоей стороне, вот, то уничтожение твоих врагов не считается убийством. Вот. Это является спасением тебя. А если бы он не уничтожил твоих врагов, то, получается, он бы убил. Он бы убил тебя, потому что твои враги бы убили тебя. Вот. И, ну, чтобы защитить тебя, да, есть заповедь «не убить». То есть Бог исполняет эту заповедь. «Не убить». «Не убить тебя». Вот. Потому что если ты Бог, если ты Он, ты – это Он, а Он – это ты. И все, кто против тебя, становятся врагами Бога. Вот. Это всё равно, чтобы ты пожалел микробы, да, пожалел микробы, которые там поселились у тебя в организме, и болезниторные микробы, которые делают болезнь в твоём теле. Вот. И ты их пожалел, ты их не уничтожаешь. Для Бога это так же. Твои враги – это как микробы в твоём организме, которые нужно убить. Вот. Это не есть убийство, это есть спасение. Вот. И мне приснился сон. Зима. Вот. Сейчас весна на дворе, а мне приснилось, как будто бы снег, свякость, плохая погода. Ну, и потом вдруг стало солнечно, и камень такой огромный летит, прям. Чуть ли не свистит там над… Слева от меня. Ой, нет, справа от меня вот так летит. Как будто бы вот в моём городе, я иду, и камень огромный летит. И мимо меня пролетел с таким грохотом, там, лет 4 квадратных метра вон такой огромный камень. Я понимаю, что это не последний камень, что с неба там сейчас целый град камней начнёт падать, и, чтобы уничтожить. Вот. И я вспомнила в Салом 90, где говорится о том, «Падут под для меня тысячу и десять тысяч, а десну и у меня». Это по правую сторону, получается. А, ну, ко мне не приблизится. Аминь. Да, что Бог на моей стороне. Аминь. Слава Иисусу. Так. 14.13. 19.19. Откровение 19.19. «Увидел я зверей, царей земных, и воинства их собраны, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его». Аллилуйя. Сидящий на коне – это Иисус, да? И воинства Его – это все святые Его. Все, кого Бог избрал, все, кто избрал Иисуса, своим Господом и Спасителем, мы и есть это Его воинство. Потому что Бог дал нам оружие Святого Духа, которым мы побеждаем зло в этом мире. И, конечно же, цари земные – это вот что… Потому что все цари. И Он, Господь, Он господствует над всеми людьми. Хотят они этого или не хотят, признают ли они Его Господство или не признают ли они Его Господство. Все равно Он самствует и владычествует. Хочешь слушаться Бога, все будет у тебя хорошо. Не хочешь слушаться Бога, то, конечно же, будет то, что будет. Вот, они пришли сразиться с ним, да? И написано, что «Схвачен был зверь, и с ним уже пророк, производивший чудеса, пред ним которыми он обольстил, принявших начертания зверей, поклоняющихся в его изображение. Оба живые брошены в озеро, ухненные, горящие серы, а прочие биты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его. И все птицы напитались их трупами». Иисус победитель, мы на стороне победителя, потому что вот скоро день победы, и у меня есть там песня такая родилась, что в прошлом году победа в моих руках. «Если Бог за меня, то кто прочит меня?» «Халилуйя». «И победа в моих руках». «Иисус победитель», и Он говорит, «Возьми или будете иметь скорбь, но мужа, если победил мир». «Халилуйя». То есть, если ты на стороне Иисуса, на стороне победителя, значит. «Халилуйя». «Слава Иисусу». И не смотри на то, что они чистивые, там, благоденствуют, что они богатеют, что у них там все, там, написано, что они будут как трава, а резко подкошены. И еще этот город Вавилон, на котором написано, что такое богатство великое, оно будет уничтожено за один час. Богатство такое великое. Когда люди богатели не в Бога, когда они богатели ради себя. И все это было уничтожено. И дым восходил до небес от этого города. Это блудница, это, которая блудит от Бога, это, которая не принимает Бога, это, которая не принимает Сына Его. Иисуса, Своим Спасителем. Аминь. Даже Соломон, будучи настолько богат, настолько успешен в Сын Царствовании, настолько было роскошно его царство, вот. И наслаждение его было, вообще, только и мечтать, и мудрость, и все такое, он все равно умер. Он умер, и жены его совратили в конце жизни, что он даже стал поклоняться там всяким идолам, вот. И развратили его жены его многочисленные. Вот, и, в общем, и он написал книгу «Экрестья», где он говорит, что все суета, то есть он все ненавидел это все. Понимаете? Оказывается, что золото – ничто, а жизнь – это вот жизнь, вот. Иисус – это и есть жизнь. Он сам рассказал, я есть путь и истинной жизни. Что дороже, жизнь или золото? Когда в горло приставляют ножик, человек выбирает жизнь. Он говорит, жизнь или кошелек? Он отдаст кошелек, потому что жизнь дороже. Золото – ничто, жизнь. Вот в чем загадка. Вот, и Иисус – это и есть жизнь. Аминь. То, к чему стремимся, к бессмертию, понимаете? Харалюю. Зачем ты живешь? Зачем ты веришь в Иисуса, если ты умрешь? Если ты не веришь, что ты будешь жить вечно. Если ты веришь, что ты умрешь, чем же ты тогда отличаешься от других, от неверующих? Надо верить, что ты не умрешь никогда. Вот, тогда ты будешь действительно отличаться от неверующих. Потому что заповедь его – есть жизнь вечная. Аминь. Чем ты тогда отличаешься от других религий, если они тоже умирают все? Их закапывают. 22.14. Сокровение 22.14. Блаженны те, которые соблюдают заповеди, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город ворота. Аминь. То есть счастливы те, кто исполняет заповеди Божьи. Аминь. И они входят в город ворота, мне написано, чтобы иметь право на древо жизни. Я ворота – это дверь, это Иисус. Я вошла в этот город. И я имею право на древо жизни, потому что древо жизни – это и Иисус. Аминь. Каким образом я исполняю заповеди? Потому что Бог исполняет заповеди свои, а Он живет во мне, значит, я исполняю. Потому что я – это Он, а Он – это я. Аминь. Я имею право на древо жизни. Зачем мне это древо жизни? Если я буду питаться от этого дерева, я все время буду жить. Ведь я живу вечно. А если питаюсь от дерева познания добра и зла, я постоянно у меня сомнение. Вот, что я сделал плохо, что я сделал зло. Когда ты ешь дерево жизни, ты уже не думаешь, злое ты сделал или хорошее. Ты ешь хорошего дерева. И поэтому результат того, что ты ешь дерево жизни – это вечная жизнь. Гражденный от Бога не грешит. Поэтому если ты не грешишь, то не делаешь зло, ты не ешь с дерева познания добра и зла. И смерть не имеет над тобой власть. Это ты имеешь власть над смертью. И ты, конечно же, выбираешь, какого дерева есть. Какого дерева тебе есть. Я выбираю есть дерево жизни. Аминь. Скажи, я выбираю есть древо жизни. Аминь. Древо жизни – это Иисус. Филипица мглаши. Филипица мглаши. Аллилуйя. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу. Аминь. Слава Иисуса. Скажи, я, будучи образом Божиим, не почитаю хищением быть равным Богу. Я, будучи образом Божьим. Скажите, я образ и подобие Божьим? Вы верите, что вы образ и подобие Божьим? Скажи, я образ и подобие Божьим. Я, будучи образом Божьим, не почитаю хищением быть равным Богу. Аминь. Но уничижила себя сама, приняв образ рова и по виду став как человек, сделавшись подобной человеку и по виду став как человек. Даже я стала как человек, потому что я богиня. Когда мы приняли Иисуса, мы боги вообще. А если так посмотреть, если ты пришел свыше, ты как бы обратно мыслишь, что если ты пришел свыше, ты стал человеком. Ты не был человеком и стал богом. Ты был богом и стал человеком. Наоборот, надо думать, если где-то. Вы смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти креста. Скажите, ты умер со Христом вообще? Когда мы крестились, мы умерли со Христом вообще? Мы же верим, что мы умерли со Христом. Мы верим, что я умерла со Христом. Аминь. Смерть крестная. Аминь. Я умерла с ним на кресте. И воскресла вместе с ним. Посему Бог и превознес меня. И дал мне имя выше всякого имя. Да вы при взимене Иисуса преклонилась всякая колена небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос слава Бога Отца. Аминь. Алилуй, скажи, я в славу Бога Отца. Потому что я прославляю Бога, Бог прославляет меня. Аминь. Слава Иисусу. Если ты верующий Иисусу, все знают об этом, что ты верующий в Иисус. Так. Исход 7.3. Исход 7.3. Но я ожесточу сердце фараонова и явлю множество знамений моих и чудесных в земле египетской. Халлилуй. Халлилуй. То есть чудеса нужны, да, для того, чтобы перед кем-то показать. И Бог, он хотел показать перед самим фараоном. Потому что фараон считался самым главным, да, в Игипте. Вот. И он вообще не считал Господа. Кто такой Господь вообще? Это же я Господь. Господь кто такой? Вот он себя считал. Богом. Да. А тут какой-то Господь еще появился. Вот. И он сказал Господь, что я явлю знамения. В земле египетской всякие чудеса. Да. Много чудес в земле египетской. Это нужно было для того, чтобы спасти. Если что-то происходит в нашей жизни, да, для того, чтобы спасти. Какой-то дискомфорт. Что-то не отпускает тебя. Что-то, вот, ты вопьешь уже то, что притеснители там и так далее. Вот. И еврейский народ притеснял фараон. И Бог избрал Моисея, да, чтобы вывести израильский народ из египетского рабства. И он показывал чудеса. Перед фараоном, перед всеми этими египтянами, чтобы показать себя. Какой я великий, как я могу делать чудеса, как я спасаю свой народ. И Бог будет показывать, как Он спасает меня. Перед нечестивым, перед людьми, которые поносят церковь, перед людьми, которые ненавидят церковь, перед людьми, которые ненавидят Иисуса. Он будет показывать чудеса перед ними. Великие чудеса. Показывать, что для того, чтобы спасать меня. Они скажут, что они верят в Бога, посмотри, в каком они состоянии. Что они, что вы верили в Бога вообще? Вы же в рабстве. Вы на нас работаете, вы пашете, как проклятый на нас. Вот. И Иисус, Он выводит людей из рабства. Понимаете? И Он будет показывать чудеса свои перед неверующими, которые рядом с тобой живут, чтобы они увидели, да, какой твой Бог, которого ты веришь. Которого ты принял сейчас. Если они, и Бог ожесточает, их сердца породят для того, чтобы явить свою славу. Вот. И... Но если они, конечно, покаются, то даже лучше, да, чтобы они там не были против твоей веры. То есть, хорошо, тогда мы быстрее завоюем, да, всех людей, чем больше веры в людей, больше будет влияние, да, для того, чтобы они достигли познания истины, для того, чтобы они приняли власть и авторитет Церкви, власть и авторитет Иисуса Христа, нашего Господа. Исход 15.11. Кто, как ты, Господи, между богами, кто, как ты, величествен, святостью, досточтим, хвалами, сварит чудес? Халилю. Кто, как ты, скажи, я, как он, я творец чудес, я величествен, святостью, я между богами, досточтим, хвалами, сварит чудес, я постоянно кто-нибудь хвалит, как я пою. Халилю. Спрашивает, да, кто, как ты, Господи. Бог хочет, чтобы мы были, как он, вообще он хочет, чтобы мы были им, слава Иисусу. Потому что мы его дети, и дети, они берут пример со своих родителей, мы берем пример со своего небесного Отца, да. Бог явил себя в Сыне Иисусе Христе. И многие верующие, да, ну не многие, но кто посвятился в жизнь Богу, они подражают жизни Иисуса Христа. Да, вот как он исцелял, творил чудеса. Есть такие служители, которые тоже так творят чудеса, вот, которые творил Иисус. И воскрешают мертвых, да, и хромые скачут, там, и глухие слышат, и немые говорят, вот. Вот, всякие разные чудеса, от всяких разных болезней, исцеления происходят, вот. И я благодарю Господа, что я с Господом, да, что у меня есть на кого уповать, на Иисуса Христа. У меня нет вот кучи, там, лекарств дома, вот. Вот у меня... То есть у меня нет такого страха, там, если, там, заболеешь, то, вот, срочно надо лекарство, точно. То есть у меня нет такого страха. То, что я упала на Бога всегда. И даже когда у меня дочка маленькая была, если, там, заболела, я только молилась о Богу. Ну, там, малинку разведу, там, простуду. То есть через день все, она уже здоровая была. Вот, она так же верила. Верила в свое исцеление. Вот. И... Представляете, какая... То есть деньги ничто. Иисус жизнь. То есть деньги ты... Если у тебя есть деньги, ты пойдешь лекарство купишь, да, чтобы исцелиться от болезни. А тут к тебе сама жизнь пришла, да. То есть... Дьявол, там, что-то решил украсть, да, у тебя, здоровье твое. А жизнь, она поглотила. Эту болезнь. Понимаете? Ну, и все. Ее нету. И написано, что Бог – это огонь пожирающий. То есть он пожирает все, нечистя. Иоанна 3, 2. Иоанна 3, 2. Иоанна 3, 2. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. Ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Аминь. Слава Иисусу. Халлилуйя. Слава Иисусу. Здесь учителем его называл, что он пришел от Бога, потому что он такие чудеса творит. И храмы скакали, слепые прозревали, мертвую воскресали. И все это делал Иисус. Но даже этот хористей по имени Никодим, он пришел ночью, чтобы никто не знал. Потому что в его окружении Иисуса как бы не считали за пророка. Его не считали, что он от Бога пришел. Там были некоторые халисеи, которые уверовали. Но они не исповедовали в открытую. Они тайно верили. Даже если ты не исповедуешь, в открытую тайно веришь. Ты приходишь к Иисусу ночью, ты в тайной комнате молишься. Да? Ему. И его интересовал вопрос, как войти в Царство Божие, этого Никодима. Иисус ему говорил о рождении свыше. Рождение свыше – это когда ты осознаешь себя сыном Бога. Дочерью Бога. Это в сердце происходит, да? То есть ты понимаешь, что да, я дочь Бога. Да, я сын Бога. Ты не говоришь, не я, какой я сын. То есть ты веришь, что ты сын Бога. Естественно, тебе привилегии сына Божьего. Привилегии дочери Божьей. К тебе отношение Бога другое совсем, если ты его сын. Таким образом, конечно, ты являешься наследником Бога. Если Бог царствует, то ты после Него царствуешь. Через это, через рассматривание творений, да, Бог показывает. Вот сейчас до сих пор, да, в Англии есть королева. Так вот, ее потомство, ее принцесса, там, дочь королевы, она после смерти королевы становится королевой. И Иисус умер, да? Иисус царь, он умер. А раз он умер, то ты становишься после его смерти царем. И он встает тебе на родне с тобой, понимаете? А Иисус воскрес, и ты с ним воскрес. И вы вместе с ним царствуете теперь. То есть там нету так вот, как на земле, да, что невозможно, чтобы одновременно все царствовали. А с Богом, возможно, все. Что все сидят на престоле Его, а без мы Бога Отца. Много-много-много людей. Когда мы думаем о том, что мы одно, аллилуйя. Ну и апостол Павел говорил, ах, вы уже царствуете, вы уже без нас царствуете. Ах, если бы вы на самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать. И нам нельзя отделять себя друг от друга. Мы все вместе, мы одно. Все церкви, те, кто исповедует Иисуса своим Господом и Спасителем, мы все. Мы являемся членами одного тела Иисуса Христа. Мы одно с ним. Вместе с ним царством. Иоанна 11, 47. Тогда первосвященники и фарисеи собрали советы, говорили, что нам делать? Человек много чудес творит. Видите, человек написан. Даже человек может чудеса творить. Человек с большой заглавной буквы написан. То есть, кем бы ты себя ни считал. Человек, Бог. Ты можешь делать чудеса. Аминь. Все в наших руках и мозгах. Аминь. В нашем желании Богу служить. Аллилуйя. Все это мы должны делать с Богом. С любовью, с Духом, с Духом. У каждого у нас есть свои дары. У вас есть дары исцеления? Это хорошо. Потому что больше всего люди нуждаются в этом. В певцах люди тоже нуждаются. Потому что в Библии есть место, да, где пошли воевать, и песок остались впереди. Они даже орудия не применяли. Просто песок остались впереди. Певцы пели, и из-за пения, короче, враги, короче, начали друг друга истреблять. И все. Я вот пою Иисусу. Кто там с кем согласен, с моими песнями не согласен. Но они начнут спорить. И сами дискутируют между собой. Но я не скажу, что убивать друг друга там. Зато правильное делание, неправильное, нравится им, это или не нравится, то, что я делаю. Но они... Дьявол будет уничтожен. Таким образом. Через твое пение Иисусу. Вот. Слава Господу. Дьявол очень не нравится, когда Иисуса прославляют, понимаете. И поэтому мы будем все делать для того, чтобы раздражать его. И радовать нашего Бога. Аминь. Радовать нашего Иисуса Христа. Потому что таким образом осуществляется Божья мечта. По спасению человечества. Иоанна 12.37 Халюя. Иоанна 12.37 Сколько чудес сотворил он предними, и они не веровали в него. Это из-за каменных сердец. Вот. То, что народ окаменел сердцем. То есть, когда человек не хочет, то хоть что делать, что равно он... Наручие отлепил глаза, окаменел сердцем, да не видит глазами, и не разумеет сердцем, и не обращаться, чтобы я исцелился. И блаженны те, кто открыл сердце для Бога, получил усиление. То, что человек окаменел сердцем, и все. И мы молимся, да, о том, чтобы растопил Дух Святой эти каменные сердца. Я растопил все твердыни дьявола и сатаны в сердцах, в мозгах, в душах людей, в телах их, во имя Иисуса Христа. Я разрушаю именем Иисуса Христа все твердыни, сатаны. Каменные сердца станут, как воск мягкий, во имя Иисуса Христа, податливые. Иоанна 20.30 Податливые для Иисуса Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Халяви. То есть, какие бы ни были там сверхъестественные чудеса, это... Чудеса – это всегда от Бога. Это не колдовство, это не волшебство. Если видишь что-то чудесное, это нормально вообще. Это должно быть в церкви. Это должно быть нормальная жизнь Божьего человека. Когда много чудес, это нормальная жизнь. Это естественная наша жизнь. Чтобы были чудеса. Аминь. Пусть будет много чудес. Халяви. Меня, честно говоря, чудеса вдохновляют. Халяви. Слава Иисусу. Я вот, потому что у нас здесь приехали в наш город мусульмане, и я вот с ними знакомлюсь тоже. Вот. И с ними общаюсь. И вот. И у них там Коран. Но они не верят в смерть и воскресенье Иисуса. И поэтому я вот начала проголосать, что они верят, что Иисус это пророк, но они не верят, что Иисус, что Он умер. Они верят в то, что Он сразу возьмется и все. Что Он не умер. А вместо Него какой-то другой юноша, короче, умер, но Он не воскрес. Его похоронили Тихо, и Он умер вообще. Видите, какое расхождение? Заблуждение. Это и есть заблуждение. Истина в том, что Иисус умер и воскрес. Что Сын Божий умер и воскрес. Это истина. Это не каприз. Это не упрямство. Это истина. Что Иисус умер и воскрес, это истина. Если ты поверишь в эту истину, ты оживешь. Ты воскреснешь из мертвых. Ты очистишься от своих грехов. Во имя Иисуса. Твое сердце освободится от страха. Твое сердце наполнится любовью. Любовью к Божьей. Войми Иисус. Халюду. Любовью Божьей к себе. Ко всем. Любовью к Богу. Настоящую. Не страх. Да, что тебя там... Что в ад там отправишься. А именно что? Бог за тебя что? Бог тебя любит. Так сильно. Да. Римлянам 15-19. Римлянам 15-19. Слава Иисусу. Слава Иисусу. И служение апостола Павла, оно распространилось. Благовествование Христово распространилось. Силой знамений чудес. Силой Духа Святого. Силой Духа Божьего. И вот сила и Духа Божьего я сижу здесь и вам проповедую. Я говорю, несмотря ни на что. Вот. Я проповедую, несмотря на то, что минимум ресурсов. И, знаете, на прошлой неделе мне просто пришлось раза четыре ходить, уговаривать, чтобы меня дали доступ в интернет, чтобы мне загрузить проповедь свою. Вот. Чтобы вы могли ее послушать. Вот. И, слава Богу, что загрузила уже поздно, в четверг, но ничего. Ну, вот. Все это вовремя, потому что, значит, нужно было еще ту проповедь послушать. Прошлую. Кому-то. Вот. И вы всегда можете послушать. Они все в социальных сетях, все записано на камеру. Ну, вот. Вы можете слушать. Это жизнь. Когда ты слушаешь, слушаешь слово, да, Дух Святой Те. насиживает эту жизнь. То есть, сердце наполняется. Это как лекарство. Халилюй. Клава Господу. Халилюй. То есть, распространяется, несмотря ни на что, мое служение. Благовестование Христов. Ну, вот. И, знаете, у меня телефон сломался. Ну, там. Вот. Я уже вытащила свой старый айфон. Там уже батарейка, короче, она быстро садится. Но Бог мне дал мудрость выключать айфон, чтобы больше заряд сохранился. И здесь нет электроэнергии, чтобы зарядить телефоны. То есть, везде вот так вот, знаете, такие условия, что, чтобы просто все заглохло, все остановилось, оно не остановится. Оно никогда не остановится. Мне даже тут предложили еще и мусульманство принять. Типа, все бросить. Вот. Типа, жизнь начнется другая совсем. Вот. Видите, какая атака идет на то, что я делаю. Вот. И. Царство Божие вечно непоколебимое. Бо веки не разрушится. Этот камень, который отрывался от горы, да, разбил из тукана и наполнил землю всю. Это стал горой и наполнил землю всю. Аминь. То есть, царство Господа, оно вечно непоколебимое. Вовеки не разрушится. Аминь. Халлилуйя. Слава Господу. Слава Иисусу. Благовестство Нехрестовое сохраняется. Иисус Победитель, Иисус сильнее. Судия 15.21. Судия 15.21. Это последний стих. И на сегодня мы заканчиваем. 15.21. 15.2. И сказал отец ее, я подумал, что ты возненавидел ее и отдал ее другу твоему. Вот меньше. Если ты так красивее ее, пусть она будет ее вместо ее. Халлилуйя. Ну, здесь описывается, что отец Филистемлянки, жены судьи Израиля Самсона. Вы знаете, Самсон, да, который был телач. Вот. И вот он женился на Филистемлянке. Он ее полюбил и женился на ней. Вот. И на Филистемляне же они такой народ, они же безбожники. Они, короче, угрожали его жене и отцу, что он им на свадьбе, значит, загадал загадку. Они должны были отгадать ее. И поспорил там с ними, короче, на большие деньги. Вот. И они, короче, стали угрожать его жене, чтобы она выведала в него и предала его и рассказала им. Вот. Они не хотели оставаться проигравшими. Вот. И она выведала его и, короче, я рассказала им о том, что боялась. И он говорит, если бы вы не играли на моей телеце, то есть он свою жену телецой называл, вот, не отгадали бы загадки. И он пошел, короче, убил кого-то, с них одежду снял и принес им. Ну, вот, такой был живой. Ну, у него сила была. Вот. И много перемен одежды, короче, принесли. И сам куда-то, короче, ушел. Короче, когда он ушел, вот, отец ее взял, его жену и отдал другому. Видите? Не успела она, короче, он уйти, а она уже с другим. Ну, вот. Не успела он уйти, а вот она уже с другим. Ну, то есть у них вот так вот это все просто. И когда он вернулся за своей женой, его отец и говорит, ну, я думала, ты ее возненавидел, я ее другому уже отдал. Все. И не дал ему войти. И предложил ему другую, свою дочку. Сказал, что типа она красивее, вот. Но Самсон сказал им, теперь я буду прав перед селестивлянами, если делаю им зло. И пошел Самсон, и поймал три столистицы, взял факелы, связал хвост хвостом, привязал по факелу между двумя хвостами, и зажег факелы, и пустил их на жатку селестинскую. И выжег и копный, и нежатый хлеб, и виноградный сады, и мастичный. И говорили селестивляне, кто это сделал? И сказали, Самсон, зять темнотянина, ибо этот взял жену его и отдал другую. И вошли селестивляне, и сожгли огнем ее и отца ее. Самсон сказал им, хотя вы сделали это, но я отмщу самим. И тогда только успокоился, и перебил он им голени и бедра, и пошел и засел в ущелье скалы детам. Видите, что происходит из-за того, что другому его жена была отдана. До такой степени... Вот, он считал ее своей, но она была другом отдана. Вот он как-то сильно разозлился. Вот, и вообще этот филистинский народ, он же нечестивый, он же безбожный. Он думал, что, ну, он такой же, да, ну, красивее же она, вот, возьми. И у них считается, ну, что верность ничто, да? Как вот, состарилась уже, все, не нужна вот этой красивейки. Вот, вы видите, Самсон не захотел. Не захотел вот так. Вот, он разозлился из-за того, что они так выступили. Судей Израиля, значит, характер Бога, да, проявляется. Характер Бога. То есть, если взял жену, так она должна быть твоей, да, твоей. То есть, он, отец, должен был позволить ему войти к ней, но он не позволил ему войти к ней. Понимаете? Она навсегда, его жена, если ты отдаешь жену, значит, навсегда она твоя жена. У Бога так, потому что у Бога всегда, навсегда. У Бога не бывает временно, у Бога всегда, навсегда. Аминь. Слава Иисусу. Понимаете? Вот, почему он разозлился. Поэтому, если вы вступаете в брак, то это навсегда. Аминь. И поэтому, когда я венчалась, что я с Михаилом Пасниковым, а мой муж навсегда. Нравится вам это или не нравится вам это. Вот. Возненавидела он меня, я не возненавидела он меня. С Иисусом у нас всегда, все навсегда. Аминь. Слава Господу. Халилюя. Слава Господу. А вот. А вот. То есть принадлежность. Да? Принадлежность. Слава Господу. Ты уже принадлежишь. Своей жене. Ты уже, ты жена уже принадлежишь своему мужу. Это в Библии написано, да? Возлюбленную принадлежит мне, а я возлюбленную маме. Даже вот, когда Давид тоже женился, да, на дочери Саула. Ну и потом она, короче, за другого там замуж вышла. И он приказал забрать ее от Халмая. Халмай ее так сильно любил. Вот. И там Давид забрал у него свою жену. И он шел за ней, провожал ее, плакал. Что вот Давид забирает свою жену. То есть когда его не было, он там с ней был ее мужем. Но Давид-то сильнее. У него сила. Он царь. У него сила больше. А этот Халмай, или как-то, мы бы забыла, как его зовут, ну, в общем, очень сильно любил эту Милхову, жену Давидова. Давидова. Вот. И плакал, прям шел по дороге, что вот у нее его забирают. Так она ж принадлежит Давиду, она ж его жена. Навсегда. А он царь, у него сила, у него власть. Халюлю. Скажи, у меня сила, у меня власть. Я царь. Халюлю. У меня все всегда-навсегда. У меня власть. Халюлю. Все мое, это на мое навсегда. Халюлю. Все, что Бог дает, это мое навсегда. Халюлю. Слава Господу. Либо не связывайся с этим Богом. Да, или ты будешь навсегда с Ним. Халюлю. Ну что, драгоценные, давайте с вами поем песню молитвы, которая называется «Легче легкого» снова. Вот мы уже закончили размышлять над этим стулом Божьим по этой песне. На следующем богослужении мы уже начнем по другой песне размышлять. Она родилась 15 марта 2022 года. Мы споем эту песню сегодня. И молитвы закончим наше богослужение. Давайте. Подпевайте вместе со мной. У меня все легче легкого, Все легко и хорошо. У меня все сладче сладкого, Все прекрасней внешне. У меня все любоподорога, Все дороже дорогого. У меня добрее доброго, Вложенье благого. Священием я не почитаю равных Богу быть. Священием я не почитаю равных Богу быть. Равных Богу быть. У меня чудесней черного, все нетного ни с ней Все красиво, покрасивее, и все сильного сильней У меня все радость, радость дней, все зимного дневней Все блестящее, блестящее, все светло вот светлень С ощущением я не почитаю, равным Богу быть. У меня все крепче, крепкого, и все лоского лосей. У меня все меньше, чем я сказал, все быстрого, быстрей. У меня все лучше, чем я сказал, все мудрого, быстрей. У меня умнее, грунтово, все вкусно, вкусней. С ощущением я не почитаю, равным Богу быть. С ощущением я не почитаю, равным Богу быть. С ощущением я не почитаю, равным Богу быть. У меня все чаще, 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 чаще. С ощущением я не почитаю, равным Богу быть. 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 Аминь. Слава нашему Господу! Слава нашему Иисусу! Благодаря жертву Иисуса Христа мы стали равными Богу. Мы не выше Бога, не ниже Бога. Аллилуйя. Бог отождествляет нас Собой. Аминь. Слава тебе, наш Небесный Отец, что ты отождествил нас Собой. Аллилуйя. Что во Христе Иисусе мы совершенны. Давайте, сын, помолимся за пожертвование. Дорогой Небесный Отец, спасибо тебе, что все мое – это твое, а все твое – это мое. Из-за тех людей, которые жертвовали. Финансы во имя Иисуса, которые доброходно давали во имя Иисуса Христа на твою Святую Церковь, Господа нашего Иисуса Христа, сердцем во имя Иисуса, с верой во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. С какими бы мотивами не жертвовали, но я с благодарностью принимаю, как приятно обозглуханию Господа во имя Иисуса Христа и пустите финансы во имя Иисуса Христа. И доброе слово, которое звучит в адрес твоей Церкви. благословения и молитвы за мою Церковь, за то, что я делаю, за твою поддержку, за твою помощь, какая бы она ни была, материальная, душевная, духовная во имя Иисуса Христа. какая бы ни была помощь, добрым словом, молитвой, деньгами, вещами во имя Иисуса Христа, продуктами, чем бы то ни было во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, Господь, за этих людей. Аллилуйя. Благословляю их особенно и благословляю их, что те, кто жертвует финансы на нашу Церковь, те миллионеры во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. И эти финансы, все стяжане всех народов, посвящая Господу всей земли во имя Иисуса Христа, посвящая богатство всех народов, владыки всей земли во имя Иисуса Христа, который есть Христос Господь. Аллилуйя. И я благодарю тебя, Господь, что все финансы, они текут во имя Иисуса Христа в то дело, о котором ты мечтаешь, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, чтобы исполнилось Твое, Господи, желание, чтобы Твоя мечта осуществилась во имя Иисуса Христа. И я благодарю тебя, что ты используешь меня во имя Иисуса Христа. И пусть Твое помазание течет во имя Иисуса Христа. И пусть Твое помазание Твоего расторгается во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Пусть помазание Твоего расторгается во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Свобода во Христе Иисуса Христа. Свободу во имя Иисуса Христа. От всяких сомнений, от страха, от неверия во имя Иисуса Христа. от всех болезней во имя Иисуса Христа, от всяких переховских непотребств, откурения, сквернословия во имя Иисуса Христа, от ненависти, от ропота во имя Иисуса Христа, от уныния, от всех негативных эмоций во имя Иисуса, освобождение, разрушая, разрушая всякую нищету, всякую бедность, я, разрушая богатство, честь и славу для Твоей Святой Церкви во имя Иисуса Христа, которая есть камень во имя Иисуса Христа, драгоценный камень во имя Иисуса Христа, созидаемого в Церковь Господь во имя Иисуса. Пусть растет и умножается во имя Иисуса Христа, пусть влияние моих правдоведей, в моей Церкви, того слова, которое звучит из моих уст, ибо мои уста – это Твои уста, и пусть эта истина из моих уст делает людей свободным во имя Иисуса Христа. Я благодарю Тебя за искупление Твоё, за то, что все долги прощены, что все счета оплачены, что грехи уничтожены, смерть разрушена моя во имя Иисуса Христа. Я благодарю Тебя за вечную жизнь, что я не умру, я изменюсь, и не умру, но буду жить и возвращать дела Господни во имя Иисуса Христа. И я молюсь за всех мусульман, которые во имя Иисуса по всей Вселенной, чтобы они уверовали в смерть и воскресение Господа нашего Христа. Халилюю, чтобы они уверовали в то, что Ты умер за них, про Иисуса Христа, что Ты воскрес из мертвых и вознесен на небеса. Чтобы они приняли эту истину о том, что Ты умер и воскрес из мертвых за имя Иисуса и вознесен, И что мы все вместе с Тобой умерли и воскресли, и все вместе с Тобой вознесены на небеса и посажены во Христе Иисусе, одесной Бога Отца. Халилюю. Халилюю. И мы думаем о небесном, и мы о горнем помышляем, а не о земном. Халилюю. И Христос видит одесной Бога Отца. Халилюю. Спасибо Тебе, Господь, что небеса есть здесь. Халилюю. Что все, что я хочу здесь, все, что мне нужно здесь, и всегда есть все, что мне нужно во имя Иисуса Христос. Халилюю. Всегда со мной есть то, что я хочу, все, что приносит мне радость, удовольствие, наслаждение во имя Иисуса Христос. Всегда все со мной во имя Иисуса Христос. У меня есть все. Халилюю. для славной, благочестивой, верующей жизни, для радостной жизни. Халилюй! Для славной жизни с Тобой я молюсь благодарностью и любовью во имя Иисуса Христа. Аминь. Ты, Отче наш, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да пришло Царство Твое, да есть воля Твоя на земле, как на небесах, хлеб наш на сущность. Дал нам на сей день, просил нам далди наш, как мы просили должникам наш. И не зел нас в искусении, а мы избавли нас от локалу. Ибо Твоё ест царства и силы слава веки. Аминь. 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 Аминь.